Дельфины невероятно умные, ловкие и быстрые млекопитающие. Однако в то же время они достаточно уязвимы и имеют очень много врагов в морских глубинах. Например, даже осьминоги, несмотря на то, что являются добычей дельфинов, могут представлять для них некоторую опасность. Шторм или такое явление, как полнолуние, также несут угрозу для этих животных. Но что же можно назвать самым серьезным страхом дельфинов? Вы на канале Дикий мир, и сегодня мы расскажем о том, что является главным страхом дельфинов и какие опасности морских глубин способны уничтожить этих животных. Не забывайте оценить это видео и подписаться на канал, а мы уже начинаем. Начнем мы, пожалуй, с морских змей. Это уникальные ядовитые рептилии, приспособленные к жизни в море. К примеру, яд гидрофиса белоголового может быть достаточно сильным, чтобы убить человека или другое крупное морское животное. Несмотря на то, что морские змеи обычно не нападают на дельфинов, они все же представляют опасность для молодых или маленьких особей. Встречи между дельфинами и морскими змеями случаются редко, но они, как правило, фатальны. Если дельфин случайно нападет на морскую змею или нарушит ее спокойствие, змея атакует дельфина. В таких случаях яд вызывает паралич, некроз тканей и даже смерть дельфина. Однако стоит отметить, что дельфины обладают интуицией и осторожностью, что позволяет им избегать опасных ситуаций. Взрослые дельфины могут научить своих детенышей избегать потенциально опасных морских обитателей, включая морских змей. Осьминоги. Не самая легкая добыча для дельфинов. Их нельзя просто взять и проглотить. Они будут отчаянно сопротивляться изо всех сил, цепляясь за дельфина, чтобы его задушить. В свою очередь, дельфин также будет неистово бороться, трясти свою жертву, бросать ее, бить об воду. С помощью всего этого дельфин разрывает добычу на куски, так ему легче проглотить свою добычу. Но, как вы уже поняли, осьминоги тоже не так просты. Иногда они пытаются задушить дельфина не изнутри, а снаружи. Например, могут выбраться из противника, очутиться у него на голове и зацепиться за дыхало, чтобы прекратить доступ к кислороду. Известен даже случай, когда осьминог схватился щупальцем за гортань дельфина, не дав ему сделать вдох, в результате чего тот задохнулся. Но подобное произошло из-за того, что дельфин напал на осьминога, размер щупалец которого составлял почти полтора метра, и решил проглотить добычу целиком. Конечно же, его ждала неудача. Гораздо большую опасность для дельфинов представляют касатки. Они часто объединяются в группы, чтобы напасть сразу с нескольких сторон, тем самым сбив дельфина в столку, ведь те крайне умны. Касатки умеют даже подкидывать своих жертв в воздух и оглушать. Но если вражду между касатками и дельфинами можно назвать обычным явлением, то наблюдать, как за этими млекопитающими охотятся белые медведи, довольно странно. В чем же тут дело? А дело в том, что температура на земле все время повышается, в результате чего дельфины уже начали заплывать далеко на север. Там-то их и ждут белые медведи. Однажды ученые заметили, как белый медведь поедает уже мертвого дельфина, застрявшего во льдах. Скорее всего, дельфины оказались здесь, когда льда еще не было, но в итоге, когда его нагнало ветром, они попали в западню. Медведей в этой ситуации можно назвать очень продуманными животными. Климат меняется, их добыча перемещается куда-то или вымирает. Ну а дельфины могут стать для медведей очень важным источником необходимых веществ. Еще дельфины боятся штормов. Животных часто выбрасывают на берег сильными волнами. Также во время бурь дельфины могут получить тяжелые травмы. Кроме того, дельфины опасаются полнолуний и новолуний. Смертность этих млекопитающих напрямую связана с подобными явлениями. На дельфинов негативно влияют колебания дна океана, усиление приливных волн, необычные течения. Животные дезориентируются и теряют свою стаю, в результате чего оказываются на мелководье и погибают во время отлива. Один из самых крупных известных случаев массового стрендирования, выбрасывания на берег дельфинов, произошел в феврале 2017 года в Новой Зеландии. В районе Файрвеллспайт на Южном острове стрендировалось около 650 дельфинов-гринд. Спасатели и волонтеры приложили значительные усилия, чтобы вернуть дельфинов обратно в море. Однако, к сожалению, около 350 дельфинов погибли. Файрвеллспайт является особенно опасным местом для дельфинов и китов, так как там встречаются мелководья и быстро меняющиеся приливные течения. Причины таких массовых выбрасываний на берег до сих пор остаются предметом научных исследований, и возможные факторы включают преследование хищниками, геомагнитные аномалии, заболевания, а также человеческую деятельность и шумы, создаваемые судами. Сильный шум, кстати, может сильно запутать дельфинов. Они и в революционировали, чтобы ориентироваться по звукам, но когда они сделали это, источниками громких шумов были только грозы и извержения вулканов. Представьте себе, насколько громкие звуки они могут слышать сейчас, плавая в современном океане. Это и корабли, и моторные лодки, и звуки бурения. От такого шума дельфины нередко бросаются на берег, в результате чего погибают. Страшно представить, но в такие моменты в головном мозге и ушах дельфинов начинается кровотечение. Но даже если они не погибнут, они больше не смогут найти пищу из-за оглушения, в результате умрут от голода. К примеру, в 2002 году вдоль побережья штата Флорида, США, было найдено около 30 мертвых дельфинов. Исследования показали, что причиной их гибели стали ультразвуковые сигналы, используемые во время военных учений, которые вызвали у дельфинов дезориентацию и нарушение функций плавательного пузыря. Ну и особенно дельфины страшно боятся того, что могут сделать им люди напрямую. Так, в 2017 году в Аргентине туристы нашли на мелководье маленького дельфина, вытащили его на берег, начали гладить и делать фото, в результате чего малыш скончался. Его можно было спасти, если бы он был возвращен на глубину, но этого никто не сделал. Известен также случай, когда туристы передавали друг другу маленького дельфина ради развлечения, и в итоге он погиб от обезвоживания. А в Японии, например, люди до сих пор охотятся на дельфинов, и это для них является нормой. Да, все-таки самый страшный враг дельфина – это человек. Люди будто не понимают, что каждое животное может испытывать боль и дискомфорт, что оно чувствует все точно так же, как и человек. И если медведь, например, нападает на дельфина по причине отсутствия другой добычи, то люди очень часто доводят животных до гибели исключительно ради развлечения. Если вам понравился этот ролик, не поленитесь оценить его. Пишите в комментариях, возможно, я что-то упустил. Подписывайтесь на канал и не забудьте включить оповещение. До скорого!